Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие родные мамы, Оля, Утя, Рая и племянница Наточка! Посылаю я вам всем по пламенному привету и желаю всего наилучшего в вашей жизни Сообщаю, что письма ни от кого не получаю несколько дней, потому что нахожусь в бою Бью фашистов, мщу за родину и русский советский народ Великая Отечественная война разделила жизнь нашей страны и судьбы людей на до и после Своим черным крылом она коснулась каждой семьи Все вставали на защиту родины Нередки случаи, когда на фронт уходили семьями Один из таких примеров – семья Хвостенко Василий Иванович родился в 1887 году Был участником гражданской и Великой Отечественной войны Во время Отечественной войны получил два ранения Был контужен, но несмотря на это Василий Иванович вернулся с фронта живым Ранение повредило ему лицо, поэтому он постоянно носил бороду Так что без бороды я его не видела, рассказывает его дочь Раиса Васильевна Двое старших сыновей семьи Хвостенко, Николай и Иван, тоже были на фронте Николай Васильевич родился в 1918 году С 1940 года служил в Красной армии, а когда началась война, был призван в действующую армию Во время службы он писал младшему брату Ивану, чтобы тот непременно продолжал учебу и сожалел, что сам мало учился Здравствуй, дорогая многоуважаемая сестрица Утя В первых строках своего письма спешу послать вам всем низкий поклон Мамаши, Оле, тебе и племяннице Наточке Сообщаю я вам, что я от вас много писем получил, но ответ не писал, а сейчас пишу От Вани я письма получаю, от папы тоже Я пока жив и здоров, чего и вам желаю Письмо пока не пишите, потому что адрес будет новый Ожидайте другого письма Вот и все С приветом, твой брат Николай Васильевич Хвостенко 20 ноября 1943 года 3 декабря 1943 года Николай Васильевич был убит в бою заселения Вязовичи, проявив геройство и мужество Младший брат Иван, который тоже в это время находился на фронте, успокаивал родных и все время писал домой Бывает, что и после похоронок оказываются живыми Письма и фотографии от него получали чаще Здравствуйте дорогие родные, мама Оля, Утя, Рая и племянница Наташа С пламенным приветом к вам и вам Сообщаю, что я жив и здоров, того и вам желаю Живу хорошо, чувствую себя тоже прилично Сообщаю, что от вас получил письмо 28 мая 1944 года И сразу вам дал ответ Я живу сейчас хорошо, нога почти зажила Просился уже два раза в бой, но пока не пускают Завтра, 4 июня 1944 года, пойду Чувствую себя хорошо, настроение еще лучше Стремление лишь одно, бить врага и не давать пощады Я буду мстить за брата Николая и положу их, гадов, сотни за смерть 3 июня 1944 года Последнее письмо от Ивана семья получила 18 июня 1944 года С фронта он так и не вернулся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok